Второй год я участвую в этой конференции. Приятно видеть, что и в прошлом году, и в этом году очень высокая явка, очень большой интерес к тематике контактных центров и дистанционного обслуживания клиентов, что меня как профессионала в этой области не может не радоваться. Вижу, что лично некоторые участники сказали о том, что знания, навыки, опыт, полученный на прошлой конференции, был реализован, и в этом году они отчитывались. Я считаю, это очень большим положительным моментом. Большое спасибо компании «Просьбе», что он проводит таким предприятиям. Они, я считаю, жизненно важны для Казахстана. Уже много лет говорится о том, что сейчас основной тренд развития технологии контактного центра это поддержка поколения Игоря, которая больше и больше предпочитает сифровые каналы. И этот интерес, и эта потребность тоже, безусловно, я наблюдаю в контактном центре Казахстана и считаю, что развитие идет индустрии Казахстана по правильному пути. И это не может не радовать. С удовольствием приеду еще раз. Будет интересно посмотреть, что изменится через год. Спасибо. В принципе, форумы, которые организуют Profit, они интересны прежде всего для обмена опытом, для получения обратной связи от рынка. Тяжело встретить еще такое мероприятие на рынке Казахстана, где заказчики могли бы напрямую общаться с вендором без посредников, давать вендору фидбэк о том, какие у них сейчас есть проблемы, куда они идут, чтобы они хотели видеть в портфеле решений и куда они стремятся. Profit Events дает такую возможность, и мы, как компания ЦИСКО, всегда стараемся участвовать в этих мероприятиях и поддерживать. Если брать предыдущие мероприятия Profit, основная часть заказчиков все-таки говорила о колл-центрах, о том, что нужно принимать звонки, нужно обрабатывать звонки, нужно работать голосом. Сейчас все больше наблюдается тренд, то, что заказчики видят потенциал в социальных сетях, имейл-обращения, они стараются централизовать и хранить все сообщения от заказчика в одном месте, чтобы потом операторы могли отследить историю, персонализированно обращаться непосредственно к их потенциальному покупателю. Это хороший тренд, потому что он, в принципе, развивает IT-отрасль софтовых продуктов, то есть все больше банков, все больше страховых компаний смотрят в сторону приложений, которые позволяют заказчикам и клиентам быстро обращаться в компанию для получения сервиса. Я считаю, что это тренд, который будет популярен еще как минимум лет пять, он позволит IT-индустрии выйти на новые уровни. На нашем стенде изучали вопросы о использовании гарнитуры, какая должна быть гарнитура, что именно гарнитура может улучшить для работы в контактном центре, как она может мотивировать оператора для работы эффективно. Также в процессе голосования, какой гарнитурой вы пользуетесь, большинство голосов поднятых рук было за гарнитуру Jabra. Мы благодарим наших клиентов за лояльность к бренду Jabra. Мы всегда на связи, мы любим вас и готовы ответить на все ваши вопросы, помочь вам в режиме дня на работе. После конференции прошлого года мы побывали на аналогичных мероприятиях в Москве, участвовали в конкурсе «Устальная гарнитура». Могу сказать, что наша алматинская площадка на сегодняшний Казахстан, наверное, более динамичная. Мы должны стремиться к тому, чтобы Казахстан в целом на постсоветском пространстве не сбавлял темпов в своем поступательном движении. И наше участие здесь обусловлено тем, что мы хотим видеть, как этот рынок развивается. Мы стараемся сделать наш сервис удобным, понятным, приятным. Повторюсь еще раз, делаем людей счастливыми. Мы смотрим на бизнесовые компании, на банки, которые вкладывают значительные средства, потому что понимают, что за этим направлением будущее. Наверное, это основное, что мне здесь нравится, что можно увидеть примеры, можно пообщаться с экспертами. Наличие возможности вживую проговорить какие-то вещи, внести для себя еще раз ясность, получить подтверждение того, что мы на правильном пути – это очень важно. Поэтому спасибо организаторам этого мероприятия. Наверное, буду благодарить все время, если ежегодно нас будут собирать и предоставлять такие возможности. Впечатление действительно хорошее, классная атмосфера, большое количество участников. Мне кажется, очень представительные спикеры, потому что есть и представители производителей решений для контактных центров, есть и представители самих заказчиков контактных центров, которые будут рассказывать о своих лучших практиках. Темы, заявленные, безусловно, являются трендами. Это точно совершенно клиентский опыт, омниканальность. Но вот одна из проблем, которую можно было бы здесь действительно обсуждать, это некий разрыв, который возникает, когда компания гонится за какими-то новинками, выхватывает что-то, что на пике технологий, а про основу забывает. Получается разрыв. У нас нет фундамента прочного, а мы пытаемся строить крышу с вензелями. И в итоге это падает. Поэтому, в частности, я в своем докладе говорю больше о фундаменте, чем о каких-то таких суперсовременных системах, фишках. Очень важное мероприятие, учитывая, что одно из единственных в Казахстане, которое проводится. То есть, на самом деле, в России это давно уже развито. Существует гуру колл-центр, который проводит ежегодно номинации и так далее. В Казахстане Профит один из первых, кто начал это проводить. Именно такие крупные мероприятия. 200 человек. В прошлом году было 150-160 человек, в этом году уже 220. То есть, соответственно, растет, желающих больше. И даже когда я всех своих сотрудников пытался, всех желающих своих пытался зарегистрировать, одного сотрудника, ну, мы попросили, чтобы я зарегистрировал, потому что уже не было свободных мест. Поэтому я думаю, что растет. Хорошо, спасибо Профиту, пусть развивается. Что мне интересно, сегодня я услышал, очень много вопросов поднимали про клиентский сервис и больше по client journey. То есть, это та вещь, которая меня очень сильно интересует. То есть, тот путь, который проходит с нами клиент от начала до конца. Одна из презентаций показывала о том, что, возможно, клиентский сервис, мы думаем, что растет, при этом качество оценки клиента падает. И поэтому client journey, путь, как это сделать, каким образом это проходит, это та вещь, которую мы стремимся развивать в нашем банке, прийти к идеалу. Полцентр Профидейт, отличная площадка для того, чтобы узнать, какие новые решения сегодня существуют на рынке, для того, чтобы улучшать клиентский опыт. Потому что я занимаюсь улучшением клиентского опыта. Есть решения, которые меня заинтересовали, с которыми я завтра пойду в свою компанию, для того, чтобы поделиться, оценить, полезны ли они будут нам, сможем ли мы с посредством этих решений улучшить клиентский опыт, что-то изменить, автоматизировать. Мне очень радостно, что нас всех здесь объединяет одна большая цель, это удержание клиента, это увеличение клиентской базы. Несмотря на то, что у нас бизнес разный, у нас цель одна – улучшать клиентский опыт на всех фронтах. Я рада тому, что мне предоставилась уникальная возможность такому большому количеству людей, профессионалов, своего дела, рассказать о своей программе «Волос клиента», которая реализована в нашей компании «Картел», которая влияет на улучшение клиентского опыта, которая позволяет сохранять клиентов и отдавать интересные и хорошие продукты клиентам. Конференция мне очень понравилась. Она мне понравилась еще в прошлом году. Я была поражена организацией самой конференции, от того, как все это сделано. В принципе, уровнем тех специалистов, которые обращают мероприятия. Спикеры выступают очень крупных организаций, и они прям разбираются в своем деле. Интересно послушать, интересно принять опыт. Несмотря на то, что у нас малый колл-центр по масштабам, если проверять с теми, кто выступает. И тем не менее, даже нам было удобно, интересно все послушать. Для себя еще с прошлого года мы вынесли основные темы, о которых много раз говорилось и на этой конференции. Это внеканальность, это автоматизация, это внедрение роботов для обслуживания пользователей. И это прям тренды, это хорошо, и в эту сторону точно стоит идти. Мне очень нравится, что сервис, его ивент сервиса, в принципе, он постоянно обсуждается, и что люди заинтересованы в этом. Это очень классно. Это значит, что у нас организуется среда, по типу, например, российского рынка, в которой мы можем обсуждать все эти вещи, в которых мы можем делиться этим опытом. Сейчас это все в открытом доступе, и это классно. Это здорово, и точно надо продолжать делать такие тематические конференции. Точно стоит приглашать интересных спикеров, выкладывать доклады. Вообще организация и все остальное на высшем уровне. Ребята, спасибо большое, Profit.Evn, свои молодцы. Я был в Москве на конференции World Forum, и вот сейчас здесь. Мероприятие достаточно интересное, достаточно насыщенное, очень много интересных кейсов рассматривалось, докладчики были очень такие грамотные, компетентные, что понравилось, и в то же самое время там вселило некую такую гордость за страну, что вот я слышал те материалы, которые показывались, презентовались в Москве буквально в феврале месяце, и я видел вот здесь уровень проработки, подготовки, но я скажу честно, мы не уступаем. И для себя лично я несколько положительных кейсов отмечал. Если честно, я верю в развитие цифровых каналов, и мы как компания «Алма-ТВ» будем идти в это направление, мы будем развивать поддержку различных каналов взаимодействия и обслуживания клиентов, будем делать упор на цифровые каналы, но без ущерба для «Голоса». Для нас очень важно, чтобы клиент получал наш ответ на свой вопрос там, где это ему удобно. Если это ему удобно в «Голосе» делать, мы будем, конечно, в «Голосе» и будем поддерживать и держать стандарты, которые рекомендованы международными стандартами качества. Ну а в цифре мы будем развиваться, расширять этот канал. Могу сказать, что в этом году в два раза интереснее. То есть если в прошлом году это больше был разговор о том, что «Ребята, смотрите, как можно делать, смотрите, ребята, как делается, как происходит», то в этом году совершенно другая ситуация. То есть люди пришли, и самое что приятное, вот эти фразы, когда «Мы в прошлом году вас послушали, мы сделали, и вот смотрите наши результаты». Это очень приятно. И второй момент, что я очень заметил, такая отличительная особенность – открытость. То есть люди абсолютно не стесняются делиться своими не только успехами, но и то, как что у них не получалось. То есть очень внимательно слушают и с удовольствием делятся своим опытом. И вопрос профессионный, хороший, красивый. И мне на самом деле приходилось останавливать людей. То есть недостатком, если можно назвать, это конференция. То, что пришлось останавливать. Мы выскочили более чем за час. И на самом деле, если бы не этот регламент, я думаю, мы еще часа-два бы точно сидели. И такое ощущение, что не договорили. То есть такое ощущение, что есть еще тема, которую хочется рассказать, но что приятно, что можно приехать на следующий год и посмотреть опять новые результаты. Что получилось, что люди вынесли из того, что происходило сегодня.